Ты меня что-то зацепил, ты еще озвучил не так давно, что я что-то писал и вот оно как бы сбылось. То есть расскажи нам вот этот момент. Меня зовут Бехметьев Антон Евгеньевич, я адвокат, адвокат слэш юрист, слэш экономист, потому что я закончил аспирантуру по экономической специальности и более того написал диссертацию. И имею статус квалифицированного инвестора. Поэтому, в общем, и это экономически пересекается и юридически, значит. Потому что я работаю в судах, арбитражных судах Российской Федерации и международных коммерческих арбитражных судах. Что значит арбитражные суды, может многие не понимают. Это суды между, коммерческие суды, между юридическими лицами. То есть это суды на деньги. Если мы там в общей юридикции, люди судятся, разводятся, за наследство, отменяют завещание или что-то такое, то в арбитражных судах это суды коммерческие, там только деньги. Вопрос между разными коммерческими структурами насчет того, чтобы сколько денег получить. Таким образом, поэтому ты всегда пересекаешься, я всегда пересекаюсь, да, всегда это какой-то аудит бухгалтерии. И то есть всегда ты связан вот с этими подсчетами, сколько там чего. И всегда общаешься, естественно, с коммерческими людьми, с бизнесменами, для которых очень важно и поговорить, и, как говорится, за политику, и за экономику. Потому что у них это очень сильно связано в нашем мире. Поэтому, собственно, нас интересуют такие моменты все время, как, там, не знаю, сальдо внешнеэкономического баланса Российской Федерации, например. Вот так просто кого-то, почему это кого-то может интересовать. А вот нас интересует, ну, я могу рассказать тебе почему в ходе нашей беседы. В любом случае интересно, почему. Потому что, допустим, вот непосредственно меня, я вроде как будто бы вообще, ну, никаким боком. Я тренер, восстанавливаю людей, и мне как бы это неинтересно. Но, так как я тренер, и у меня приходит маленькая копеечка, я хочу создать свой какой-то, допустим, пассивный доход. И смотрю в далекое будущее, так далеко смотрю. То есть, как, допустим, инвестор, который инвестирует в длинную. То есть, я не смотрю это быстро заработать, а именно в длинную. То есть, я тоже, ну, допустим, ну, скажем, покупаю какие-то по мелочи акции, смотрю, как это работает. И мне интересно, вот как обычному человеку, как это может отразиться, допустим, на тех же акциях, на обычном человеке. И, ну, что можно с этого, например, скажем так, выловить. Слушай, это, знаешь, как в одном фильме говорили, что там вот премия и зарплата, и она вроде как не пересекается. А в кармане у тебя она пересекается. Так же и тут, когда мы говорим про экономику, и про бизнес, и про деньги. Так-то оно, может, не пересекается с тобой. Ну, когда ты приходишь в магазин и покупаешь какие-то продукты и товары, оно еще как пересекается в кармане. Да, вот это все, баррель нефти, там, сальдо экономического, внешнеэкономического баланса и так далее. Поэтому, да, плюс доллар. Курс доллар, опять же, мы же все понимаем, что стоимость очень много чего зависит от того, какой будет курс доллара. Потому что, ну, хорошо или это плохо, но это факт, что страна сейчас очень много импортирует. И поэтому, соответственно, нам важен курс юаня или курс доллара. А курс юаня все равно идет через курс доллара, считается. Поэтому, поэтому нам это важно. Хотелось бы еще, Алексей, сказать один важный дисклеймер. То, что вот все, что мы сегодня говорим, уже моя юридическая часть сейчас, адвокатская, заговорила. То, что все сейчас мы говорим, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И мы никому не призываем ничего покупать или продавать. Не дай бог. Сто процентов. Сто процентов. Это чисто мнение, допустим, обывателей, скажем, непосредственно твое и непосредственно мое. Как мы на это смотрим и, допустим, как мы это видим. То есть у каждого, само собой, свой будет взгляд. И так как ты, так скажем, квал, квалифицированный специалист, да, квалифицированный инвестор, то ты знаешь не понаслышке, что с этого все-таки что-то, ну, что-то дает. Что-то дает. И как раз вот хотелось бы затронуть тему, опять же, вернуться к Трампу, которого там ранили, на которого было покушение. Как это может повлиять и как это повлияло. И твои прогнозы, вот те, которые ты озвучивал, расскажи, пожалуйста. Ну смотри, да, прогнозы я пишу иногда в Твиттере, когда меня немножко так осеняет какая-то мысль, которую, опять же, можно со всеми поделиться, да, чтобы это как бы не только все себе оставлять. Суть с Трампом такая, ну, ты же понимаешь, что, скорее всего, он выигрывает выборы. Ну, хорошо, это плохо, но очень похоже на то, что после вот этого того, что случилось, ну, это явно никакая не подстава, потому что там погиб человек еще, знаешь, который за ним сидел. Суть такая, что, знаешь, я слышал такие мнения, что многие радуются, что будет Трамп, это лучше, чем Байден. По-моему, Байден предсказуемый, а Трамп, вот, ты знаешь его лозунги, с которыми он идет на выборы? Ну, он повторяет свой лозунг 4 года назад, который был, так называемый Make America Great Again, сделаем Америку великой снова, а второй его лозунг, вот, мало кто знает, вот, с кем я, со студентами, со своими бывают, разговариваю, и вот этот лозунг все повторяют, сделать Америку великой снова. А вот второй лозунг его, три одинаковых слова, они называются Drill, Drill and Drill. Мы будем бурить, бурить и бурить. Соответственно, Соединенные Штаты Америки находятся, ну, то на первом, то на втором месте Саудовской Аравии по добыче нефти, Россия на третьем. Они меняются между собой, и если они начинают сильно бурить, то что происходит с ценой на нефть? Конечно, она падает. Да, если цена на нефть падает, вот сейчас она 80, Россия под всеми санкциями продает ее где-то по 67, ну, с плечом вот это вот идет, да, продажа с разными расходами накладными, то если нефть будет по 40, то, собственно, мы ожидаем дальше того, что рубль будет падать. Потому что правительству ничего не останется, кроме как девальвировать рубль для того, чтобы сохранять бюджет. Бюджет уже не выполняется, у нас уже дефицитный бюджет последние два года. И, соответственно, ничего не останется, как просто делать больше рублей из той валютной выручки, которая есть, делать больше рублей. А чтобы сделать больше рублей из той валютной выручки, как есть, нужно курс, соответственно, опускать. Уронить. У меня такой вопрос. Вот мы сейчас говорим о цене. Так, насколько я знаю, сейчас немножко искусственно пытаются создать и поддержать вот эту цену за счет, значит, скажем, коллективного такого вмешательства, где они регулируют добычу нефти. Потому что если Саудовская Аравия, допустим, стоит то на первом, то на втором месте, она считается как бы большая. И мы с ней вместе как бы сплочились, скажем, да. И это как-то повлияет же на курс, точнее, на цену нефти, и, само собой, и на все курсы. Мы вместе в организации, которая называется ОПЕК+. Это картель, такой сговор, можно сказать, добытчиков нефти. И действительно, там вот в последние месяцы идет сокращение добычи нефти для того, чтобы поддерживать стоимость. Но знаешь, какая штука? Вот почему я говорю про Трампа? Потому что ему на это будет все равно, на эти все соглашения. И он будет делать так, как это ему нравится. Как он обещает это своим избирателям, если его выберут. Поэтому, если бы это был Байден, еще можно было бы как-то договариваться. А тут я боюсь, что он очень сильно непредсказуем. Знаешь, более того, вот говорят, Трамп для России это будет хорошо. Но кто наложил санкции на Северный поток? Это был Трамп во время его правления. Кто сказал, что все страны НАТО должны поднять свои военные бюджеты до 5% от их ВВП? Это был Трамп. И в итоге они подняли. Уже после того, как он перестал быть президентом, они все равно это сделали в итоге. То есть, тут просто много, почему-то вот какой-то такой развивается миф про Трампа, что он якобы пророссийское какое-то. Нет, там ничего даже близко похожего нет. Наоборот, я думаю, это опаснее. Ну, я думаю, может быть, все-таки они там, ну, понятно, что это уже как бы политика, мы лезем в политику. Но все равно мне интересно твое мнение. Хочу высказать еще свое мнение. Допустим, как я это вижу. Ну, понятно, что я там не тот человек, который свою там лепту какую-то может внести. Но я вижу это так, что все-таки есть будут какие-то сподвижки, потому что Трамп все равно, он пытается более дипломатически хотя бы решить это все проблемы какие-то. Если взять, допустим, того же Байдена, он берет все нахрапом, даже если он предсказуем, но он берет все нахрапом, берет все какими-то силами. Я вот сейчас, они же вот что делают? По сути, это же бизнес. То есть, они, ну, как бы занимаются бизнесом, они поставляют оружие, скажем, за которое платят деньги. Либо вгоняют до долги ту страну, которая будет в дальнейшем отдавать эти деньги все равно. То есть, народ будет отдавать все равно же эти деньги. И с Трампом, если можно, то договориться, чтобы вот этого всего не происходило, то с Байденом, скорее всего, не получается договориться. Вот в чем дело. Ну, вот я понял, про что ты говоришь. Тут вообще непредсказуемо. Сегодня так скажет, завтра по-другому. Завтра скажет, реалии политически изменились. Но я, Алексей, хотел еще одну важную вещь сегодня упомянуть. Что вот такие глобальные темы мы с тобой затронули, действительно. Мы их можем потом убрать. Мы начали разговор про, смотри, мы начали разговор про вот что просто простым мы людям, которые не на уровне Байдена, а которые ходят в магазины. У них в кармане пересекается. Значит, мы знали внешнего торгового баланса. И курсы различных валют. И ОПЕК, и нефть, и все вместе. В магазине все вместе пересекается это в итоге. Но я бы хотел просто порекомендовать способы, которыми можно защититься вот таким людям, у которых сбережения. Ну, в общем, какие-то вот обычные сбережения такие, там, без миллионов долларов. У кого есть миллион долларов, те и так знают, куда их вкладывать. В общем, без наших советов, скорее всего. А просто людям можно защититься следующим образом. Во-первых, самое главное правило, как всегда, не держать все в одной корзине. Криптовалюты изучить, биткоин, пусть это будет. Если есть возможность в другой стране иметь счета, это не запрещено законом. Это разрешено. Все, мы можем иметь счета совершенно свободно в тех странах, в которых нам открывают. У меня в нескольких странах счета, я тебе могу сказать. И это просто для безопасности, опять же. В тех странах ты в той валюте хранишь. Здесь, например, сейчас, самый, наверное, лучший вариант – это облигации, если мы говорим про рынки ценных бумаг. Так, потому что если у нас инфляция, все-таки мы надеемся, что она замедлится и остановится как-то, да, если, то это облигации. Но если мы переживаем, что она не замедлится, то сейчас очень хорошие, вот почему-то многие не знают, я с кем разговариваю, многие не знают, у нас есть такие инструменты, которые позволяют обычному человеку диверсифицировать риски. То есть, например, у нас есть депозиты, и внутри этого депозита ты можешь менять валюты, конвертировать валюты. То есть, ну, я не хочу рекламировать, да, наверное, будет неправильно. Там желтый банк один есть, вот я точно знаю. Есть, наверняка есть еще в каких-то банках. Ну, вот ты сейчас можешь открыть депозит, например, в этом банке, и открыть в юане, и в случае чего, внутри этого депозита, не закрывая его, ты без потери процентов можешь переводить в юане. То есть, мы смотрим, рубль штормит, в юане перекинулись на время. Да, смотри, все, там рубль, например, еще на это можно и заработать. Если рубль падает, ты пока в юанях посидел, да, юаня повышается. Да, он повышается. Да, а ты потом обратно, соответственно, уже когда рубль упал, ты с этого юаня обратно в рубль. То есть, внутри депозита ты можешь еще дополнительную доходность получить путем, вот это свопот называется, когда ты перекидываешь из-за одной валюты в другую. Раньше у нас еще было для этого инструмента, в этих же депозитах были и фунты, и стерлинги, и евро, и доллары. Сейчас у нас таких возможностей нету, да, в рамках, во всем случае, России, в российской юрисдикции. Но, да, но есть хотя бы юани открыли, уже, уже что-то, конечно, не бог весть, какая суперзащита, потому что там тоже регулирует все, значит, партия, и не рынок регулирует, я имею в виду, да, курс этой валюты. И, соответственно, но все равно у России и у Китая слишком разные структуры экономики. Россия очень сильно зависит от ресурсов, Китай очень сильно зависит от, наоборот, чем цены на ресурсы ниже, тем Китаю хорошо, потому что он потребитель ресурсов. То есть, у нас разная экономика, поэтому очень маловероятно, что и юань, и рубль одновременно будут падать. И поэтому, что все равно это остается хорошим инструментом, что ты внутри депозита своего перекидываешь в юань. И там, конечно, 3% доходность, но я говорю, тут можно выиграть просто на изменении курса, если рубль в это время будет падать, да, ему будет плохо, то пока в юане. Потом ему хорошо, обратно. Такой тогда вопрос по поводу облигаций. Ну, облигации, я так понимаю, это ОФЗ, да, облигации федерального займа, правильно? В том числе. В том числе. Облигации это более общее понятие, а ОФЗ это частное. Ну, у меня такой вопрос, что можно сделать, например, с этими же облигациями. То есть, вот я правильно же понимаю, то есть, я вот сейчас тебе расскажу, как я это понимаю, а ты меня, может быть, поправишь. Вот, к примеру, сейчас у нас ставка в банке, например, 17% годовых. Ну, я образно говорю, да, там 16-17%. Вот, если она остается на этом же уровне, и мы покупаем, допустим, те же облигации, то мы стопорим этот процент годовой для этих облигаций, правильно же я понимаю? То есть, мы стопорим, например, на, ну, к примеру, на 3 года, я беру облигации эти на 3 года, и получается, что я 3 года буду получать с этих облигаций 17% годовых, я правильно понимаю? Примерно так, если ты берешь эти облигации, которые под 17, со ставкой под 17, то это так. Ты как бы замораживаешь себе вот эту ставку. Вот, что интересно, то есть, получается, опять, что можно сделать? Можно купить облигации, допустим, эти, заморозить эту ставку на 3 года, и если при хорошем раскладе у нас будет, значит, падать ставка, и, например, будет не 17%, а, например, 12%, ну, я образно говорю, 12%, то, по идее, как бы, можно еще с этого заработать. Конечно, конечно. Вот, все планировали прогноз, консенсус прогноз такой был, что уже в этом году у нас ставка затормозится, и инфляция затормозится, и пойдет вниз, и тогда в этом году уже можно было иметь плюс 40-50% к, ну, если бы у нас ставка упала до 7, например, или до 6%, то мы бы еще 40-50% плюс получили к этим облигациям, которые мы купили в прошлом году, там, по ставке 16 или 17. Но если наоборот происходит... Да, тогда в пролете, тогда, да, тогда в пролете в любом случае, потому что получается, что ставка выросла, ее можно было бы, эти деньги, допустим, вложить в обычный вклад банковский и заработать с этой деньги, а здесь получается, что ты не можешь оттуда их забрать, потому что они на какой-то срок конкретно положены. Поэтому я и думаю, что вот сейчас лучший вариант – это депозит с возможностью конвертировать в другую валюту. Сейчас самое безопасное будет, потому что мы уже проходили такое, я не знаю, ты помнишь, нет, по возрасту, когда у нас 900% в год была инфляция? Скорее всего, нет. У меня финансовая грамотность сейчас, скажем, только начала приобретать какие-то такие вот масштабы, когда я заглядываю куда-то и учусь как раз вот этими рычагами небольшими орудовать. То есть не настолько я сейчас пока еще развит, но уже что-то там понимаю. Меня заставило, коронавирус меня заставил туда залезть прям с руками и ногами. И вот с 2020 года как раз я потихонечку смотрю, что как работает. Как раз вот первые мои ошибки там, когда акции начали расти хорошо, то есть после просадки они начали расти. И у меня получается, что я зашел в 2020 году. Я сейчас даже скажу, когда, наверное, в 2020 году, в сентябре, по-моему, или в октябре, как раз вот только после коронавируса все начало восстанавливаться, и акции очень хорошо росли, и я на этих акциях заработал 56%. Но в дальнейшем моя была ошибка, что мне нужно было вовремя выйти оттуда. Ну, точнее, как это называется там правильно, сохранить прибыль эту. Закрепить прибыль. Закрепить. Закрепить. Да, фиксировать прибыль. Но я на тот момент не понимал, как это выглядит. И само собой я потерял все те проценты, которые я заработал. Практически полностью, но зато второй момент уже был более интересный, потому что я уже понимал, как это работает. И на самых низах, допустим, я там НЛМК, я закупил по, помню, по 73 рубля. Я прям вот урвал на самом прям днище. И после этого он отрос практически в 4 раза. Вот это было круто вообще. Ты же купил опыт. И сначала купил, и потом он тебе помог еще дальше начать зарабатывать. Ну, как минимум, все говорят, что такое происходит раз примерно в 20 лет, когда меняются, типа сырьевое растет, акции падают. И потом наоборот, сырьевое падает, акции растут. А здесь у нас получается, например, с 2019 года, то есть в течение 5 лет, произошло это как минимум, значит, коронавирус. Потом, значит, СВО, потом, значит, мобилизация. И когда у нас Пригожин пошел на Москву. То есть вот 4 раза можно было как бы вот на этом поиграть, хорошо заработать. Ну, это опять такое спекулятивное, спекулятивное какое-то такое движение. Да, я более про долгосрочные истории, поэтому призываю следить как раз за нефтью, за Трампом. Хорошо или нет, но это очень сильно будет пересекаться у нас в карманах в магазине. 100%. Антон, очень интересная тема. Я думаю, мы эту тему еще раз, точнее, не раз еще затронем, потому что вот именно финансовая грамотность, я думаю, для обычного человека, может быть, хотя бы для общего познания и в дальнейшем для хорошего такого запуска было бы интересно это узнать. И я думаю, мы чаще будем затрагивать эти темы, потому что тема очень интересная. Именно непосредственно для того, чтобы можно было приобрести какую-то финансовую грамотность. Давай, Алексей, я всегда рад поговорить и про юриспруденцию, и про экономику, и про деньги. Как раз то, что интересно обычным, стандартным, средним нашим людям. Попробуем доносить и увеличивать грамотность. Истину. Я думаю, что в любом случае на канале, куда мы выставим это видео, в любом случае проголосуют, может быть, что-то напишут в комментариях, что интересно ли и какая тема, возможно, подкинут нам тему, какая тема будет интересна в дальнейшем, или какой-то вопрос, может быть, который мы сможем тоже обсудить именно по финансовому, ну и, само собой, по юриспруденции. А на этом мы откланиваемся. Всем пока, всем удачи, всем ума.